Новый Уренгой В отсутствии многих игроков, в отсутствии лидеров, в отсутствии капитана Кому-то нужно брать на себя эту ношу От блока отыгрывается Богдан, снова передача ему Ну и в этот раз Денис Точин 2-1 Диагональ Виталий Дикарев Мощная подача, тоже выцеливает Дениса Богдана И это Блочище А кто? Кто виновник торжества? Никита Крот или Евгений Сивожелец? Дядя Женя! Опытнейший Евгений Сивожелец Если кто не видел, обязательно заходите в социальные сети «Факела» Там интересно, там классные ролики На тематику Древней Руси, как вы уже поняли Собственно, к этому и отсылка Но не успел Максим Белогорцев Тоже получил сегодня свой шанс В связи с отсутствием Ильи Власова Здесь хороший блок Динамо выстраивает Будет ли первый темп И Дмитрий Жук Такая интересная сегодня у нас Дуэль намечается в центре сетки Дмитрий Жук против Никиты Крота Еще ни одного эйса Не считая хорошей подачи Жука Которая закончилась переходящим мячом Но это все же не эйс Возможно, сейчас Богдан Нет, заставляет центрального блокирующего Поучаствовать в приеме Это Динекин был Не будет Не будет! Атаки вторым касанием Зато будет шедевральная передача Дениса Богдана И атака во второй метр Практически под себя Только что забил Роману Шкуляючу Панков Павел Панков Маэстро Падре Павел 18-15 Власов и Богдан Власов, правда, сегодня отсутствует Ну и, конечно, Чес Чеслав Свинтицкий Воспитальники Новоуренгойского клуба Отличный блок Дмитрия Жука Целых три волейболиста В составе Динамо-воспитанники Урингойской школы волейбола Один из дебютантов Факела в этой встрече Был у него дебют, конечно, против Казани Но дебютом это не назовешь А вот теперь, можно сказать, полноценно Капранов появляется в Суперлиге И приносит своей подачей И передачей такой классной На корне Энса 20-е очко своей команде Улыбка на лицах Урингойского клуба Удачно вошел в игру Василий Капранов 24-20 Сетбол у Динамо В атаке Евгений Симоженко Ошибается Опытный доигровщик Факела 25-20 Не без проблем Не без труда Но все-таки Побеждает Динамо В первом сете По моей информации Насколько мне известно Раньше Следующего года То есть раньше 2024 Лихошерстов на площадке не появится Восстанавливается после травмы Да что ж такое Зачем Динамо Лихошерстов И если есть вот такой Дмитрий Жук 2-1 Прекрасная комбинация Панкова и Жука И нужно смакануть Хороший мяч Но отличная доводка И центральный блокирующий Динамо Максим Белогорцев В первом темпе И вот он Максим Белогорцев Воспитанник Локомотива А здесь Собственного воспитанника Я имею ввиду Воспитанника Динамо Прикрывает Павел Капанков Действующий Капитан Продолжает находиться В квадрате Цветан Соколов По всей видимости Константин Брянский Бережет его на ответную встречу Полуфинала Кубка России Против Петербургского Зенита Дмитрий Жук Отличная атака Команда Команда которая способна На многое Монстр блок Виталий Дикарев Я бы даже сказал Дикий блок От Дикарева Центральный подает в центрального А здесь Сивожелез Мощнейший Евгений Игоревич После такой атаки К Сивожелезу Обращаться Только по имени Неотчеству Маэстро Как в лучшие годы 37 лет уже Нашему ветерану Но все еще в строю Все еще В огне Артем Семышев Помладшим На 11 лет Но тоже умеет зажигать Сейчас что-то подобное Корнеец Всполнил Волейбольного крота Такого дал Сивожелез В приеме Энс В атаке Антон Семышев Пятерочку От главного тренера Получил По спине От одноклубников Тоже Ярослава Подлесных Снова Подают Уренгойцы Но это его Нисколько не смущает Ярослав Подлесных В задней линии В шикарном прыжке Ни камня Энса Мяч не коснулся Капранов Мощная подача Дебютанта Сегодняшней Встречи И Суперлиги Капранов Дарит шанс Новоуренгойцам Выйти вперед И это случается 22-21 У Факела Преимущество Во втором сете Вот это да Дорогие друзья Качественный Шикарный волейбол Мы смотрим Шкуляючус Хорошая доводка Данани Энс Все же попадает Под блок Смягчает Динамо Эту атаку И Шкуляючус Но здесь Вышников В защите Энс Снова от блока И мяч в площадке Корней Энс Не забивает Тяжелый С моральной точки зрения Эпизод Для новоуренгойской команды Динейкин Морозов Мельников Из них сегодня Лишь Динейкин С Морозовым Играют А хороший Хороший блок Подловили На ошибки Динамо Урингойцы Капранов Принимает Подачу Свинкинский Сосиможелес В атаке Еще одна Мощная атака Ярослава Подлесных Он сегодня В ударе Максим Белогор Капранов На двойном блоке Есть страховка У факела Еще раз Атака Капранова Но вот такой Я бы сказал Молодеческий Риск Взял на себя Ответственность Василий Капранов Капранов Выбитый прием Богдана Подлесных Без атаки Здесь не лучшая Доводка И в 4 передача Очень Очень красиво Здесь Атаковал Симожелес И не менее Симпатично Этот мяч Поднял Ой-ой-ой-ой Все ли в порядке Да Вроде все хорошо С Лаурей Кермененом В какой-то момент Просто стало По-человечески Страшно И Там же Несколько Поль 18-14 Факел впереди Третий сет Восьмого тура Суперлиги Богдан Скидка И дотягивается Никто из защитников В синей форме 15-18 Но кто знает До концовки Еще нужно Немного дожить 18-18 Энс И еще Один блок Дениса Богдана 19-18 Воспитанник Уренгойского клуба Свой же клуб И хоронит В игре Против Динамо В предыдущем Туре Суперлиги 13 Интересно Сколько В этом матче Но кажется Динамо уже Примерно На те же цифры Наиграл Капранов Еще одна попытка Василия Мяч в площадке Не забыл Васю показать Арбитру Шкуляевич Интересный Подброс И укороченная Но На чистоту касания Мы еще посмотрим Видеопросмотр Я уверен Есть шанс У Динамо Завершить счет А здесь Максим Белогорцев Не попадает По мячу И угодил Снаряд в сетку Ух ты Юнсы Против Чемпионов Двух Сезонов Из трех Последних Переходящий мяч Керменен в защите Поднял или нет Неизвестно Но пока что Мяч достается Факелу И видимо На этом все 26-24 Как же Факел вернулся В эту партию Севажелес В приеме И сам же В атаке Евгений Игоревич 4-4 Долго Восстанавливался После Повреждения Евгений Севажелес Он уже Доставлял Проблемы Лауре Керменену Но вот здесь Подача В Антону Семышеву Который ошибся В предыдущем эпизоде И Роману Шкулявичу С 8-7 Динамо Впереди Удивляет Гостей Сегодня В такой Нужный момент В четвертой партии Важно Динамо В встрече С Факелом Не потерять очки Как собственно И в любой встрече Против любого Соперника Вышников Еще до передачи На Энса Но Энс продолжает Биться В неуспевающий блок Здесь Капранов Подыгрался Разгромом 14-23 15-15-точковый Быстрая передача Быстрая передача И все 25-16 Ярослав Подлесных Ставит точку В четвертом сете И во всем матче На этом мы попрощаемся Любите волейбол Смотрите волейбол И по возможности Играйте Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok